Ура! Привет, друзья! Снова в эфире программа «Давай изменимся» на канале Russian Music Box. И с вами я, дизайнер волос, Денис Лесницкий. Сегодня у меня очень интересная гостья. Вы помните, не так давно к нам приходила такая великолепная невеста, мы ей делали прическу, и она прям ушла вся довольная, довольная, довольная. А сегодня у меня очень похожая история, но только с точностью да наоборот. Сегодня у меня необычная невеста. Она поставила передо мной какую-то такую задачу, от которой меня похолодела кровь, посинили губы, и я так слегка впал в какую-то такую легкую кому. Поэтому давайте попробуем разобраться с нашей сегодняшней ситуацией. Даша Русакова – певица, актриса и модель, в совсем скором будущем жена, а нынче экстравагантная невеста, которая собирается повергнуть в шок всех гостей своей свадьбы, в том числе и самого жениха. Даша Русакова – привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что происходит у тебя в жизни, и что за свадьба ты такую себе задумала, от которой, собственно, все должны, наверное, удивиться, причем на старте уже прямо здесь и сегодня. Да, происходит что-то удивительное, свадьба у меня через три часа, и хочется что-то такое, что… Ага, три часа у нас есть вопрос. Да, три часа у нас есть, хочется что-то такое, от чего бы застыла кровь не только у тебя, но и у всех, кто будет на свадьбе, в том числе у жениха, который еще ни о чем не догадывается. Жених не догадывает, я представляю, я не могу сказать, что я не хотел, я хотел бы, наверное, быть на месте этого жениха, но такие сюрпризы, конечно, они всегда интересны. Хорошо, давай так, смотри, мы сейчас пойдем работать, потому что время у нас поджимает, я обещаю, что я сделаю все, чем смогу тебе быть полезным, сделаю, но для этого ты сначала должна будешь одеть платье, одеть образ для того, чтобы мы настроились, и, как говорится, с визажистом могли включиться на нужную волну и, собственно говоря, начинать работать. Так вы не пугаетесь платьем. Договорились, окей, поехали. Уже есть готовое платье, одето, вот так будет выглядеть наша невеста, чтобы мы понимали и чувствовали настроение. Это прям интересный такой ход наших действий будущих. Мы вот так вот еще оденем прекрасную вуаль, и, собственно говоря, теперь вот под такую сложившуюся задачу мы должны сделать правильный макияж и, конечно же, правильную прическу. Ну, чувствую, Оль, работа у нас с тобой будет прям... Да, работы у нас много, и я думаю, что будут яркие, сочные губы, выразительные глаза, сочные сексуальные губы и выразительные глаза, чтобы они были видны даже сквозь вуаль. Вот, вот. Настроение у нас отличное, самое главное, что рабочее. Ребят, поехали. Ребят, поехали. По поводу полезности авокадо. Давайте же, в конце концов, разберемся, что это такое. Во-первых, авокадо содержит много белка, который усваивается организм гораздо проще, чем белок из стейка и грудки. Поэтому авокадо ценят вегетарианцев. Авокадо содержит все 18 аминокислот, которые, как считают врачи, так необходимы для оптимального развития организма. Во-вторых, авокадо – отличный источник керотиноидов. Кроме защиты нашего зрения, это неоценимая поддержка для иммунной и репродуктивной системы. В-третьих, авокадо содержит множество полезных жиров. Они не только не вызывают болезни сердечно-сосудистой системы, но и берегут их от различных заболеваний. Сок авокадо способен помочь в борьбе с морщинками вокруг глаз. Этот фрукт может заживлять ранки, вылечивать ожоги от солнца. Отсюда можно сделать вывод, что употребление авокадо действительно считается и полезным, и вкусным. В общем, ешьте побольше авокадо, и будет у вас все в порядке. А я, в свою очередь, хочу вам представить как раз того самого дизайнера, в чью голову пришла такая волшебная идея создания вот этого вот необычного платья для невесты. Пронеслав, расскажите, как вообще, как так случилось? Что стало мотивом? Ой, на самом деле, я как бы хотел делать классическую невесту белую, но что-то просто... Но не получилось. Ну и то, что бы не получилось, посчитал, что это скучно. Все невесты белые у нас, в основном традиционный свет – это белая невеста. Решил создать лук, который вызвал, может быть, какие-то споры, какие-то недопонимания. Учитывая, что я делаю одежду вот такую вот черную, шифры в этом году, кстати, очень модный свет. Крем – это черный свет. И, учитывая, что я хочу шипы, вот если она на черном лучше смотрится, я подумал, почему мы на ней сделаем черную. Черный, он я забыл, ну, не очень яркий, но, учитывая, я могу показать, давай, учитывая, что вот мы делаем гробочки, шипы, значит, вот это все, ну, словно, это не последневная одежда для всех вот людей. Ну, это что-то она отличается, увлекает. Вот, допустим, у нас всякие жилеточки. То есть, в принципе, это одежда для пирог. Для людей, которые не стесняются чуть-чуть нам носить ее одежду, а не знаю, что здесь, и, блин, по-любому, мы не вынесли замуж. Это 100%. Она заколдована. Вы ее сходите раньше. Спасибо, Манюшлав. Ну что, мы пойдем работать дальше с нашей гостьей, с нашей невестой. Она уже практически готова. Честно говоря, что наша займется в ее пречествия, лично мы будем в этой ситуации. И потом мы должны будем закончить образ и еще вернемся к этому вопросу. Поехали. 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 Друзья, ну, вы не перестаете меня, конечно, удивлять абсолютно, потому что я много что видел за свою практику, но, конечно, настолько живой и в то же время необычной невесты у меня еще пока не было. Очень хорошо. Как ты себя воспринимаешь вообще? Скажи, пожалуйста. Ой, ну и то, что я ждала, даже более того, чего я ждала. Это хорошо. Это хорошо. Это главное. Отлично. Но это еще не все, потому что, как ты помнишь, у нас теперь по плану прическа. Ребят, ну, отлично все получилось с макияжем. Олечка, спасибо тебе огромное. Пока мы будем делать прическу, я тебе с удовольствием даю журнал «Счастливая свадьба». «Счастливая свадьба» – это главный журнал для молодоженов. Между прочим, там есть ответы на все самые сокровенные и интересные вопросы. А в осеннем номере, особенно, ты сможешь узнать, как выбрать конвенечное платье, хотя у тебя эта проблема, конечно, не стоит. Да, но ты совершенно точно там сможешь найти информацию, как добавить коротики, например, в «Послесвадебное утро». Или, например, почему в древности невесты рвали свадебное одеяние на кусочки. Интересная очень история. Поэтому я прямо уже зачитался, тебе советую. Даша, скажи мне, пожалуйста, а что тебя вообще сподвигло сделать такую необычную свадьбу? И вообще, как ты считаешь, как среагирует твой жених на эту всю историю? Может быть, он будет вообще в глубоком стрессе, упадет в обморок и тебе придется с собой на шатель нести? С женихом, на самом деле, надеюсь, мне повезло. Он тоже экстравагантный. Может быть, и он тебе что-то приготовил? Может быть. Весьма ожидаемо. А свадьба? Очень давно мечтала необычную какую-нибудь свадьбу. Мечта моя сбывается. Один раз в жизни все-таки. Хорошо, когда один. Конечно. Прямо правильно такое настроение. Я бы хотел вам дать несколько практических советов, которые помогут защитить ваши волосы во время укладки. Ну, во-первых, для того, чтобы оптимизировать действие высоких температур во время укладки волос, доверьтесь уходу средств с термозащитой. Это всевозможные сыворотки и крем. Эти средства создают на волосах защитную пленку. Также при пользовании утюжком для выпрямления не держите его на волосах дольше трех секунд. Кстати, очень важный момент, что нужно брать тонкие пряди, а не всю зону для выпрямления целиком. И имейте в виду, что щипцы наносят больше вред, чем фен. Очень важный момент, что приступать к укладке утюжком уже нужно исключительно на сухие волосы. Вытягивание на влажные волосы может привести к необратимым последствиям. Вода под воздействием утюга закипает в структуре волоса, полностью его разрушая и рассекая. Если вы решили сделать себе дома укладку с помощью утюжка, пользуйтесь моими советами и ваши волосы всегда будут здоровыми и красивыми. По-моему, получилось вполне все очень даже в рабочем формате. Как ты себя воспринимаешь? Такого, честно, не ожидала. Знаешь, такого даже я не ожидал. Но, по-моему, получилось все прям good. Я думаю, мы удивим. Удивим, да? Ну, нормально. Самое главное, что нам еще нужно в жизни? Поудивлять немножко. И, в общем-то, окей. А я по доброй традиции передаю нашу великолепную невесту в руки Марины, нашего фотографа. И, ребят, у вас есть буквально 10 минут, чтобы сделать несколько невероятных кадров, запечатлеть нашу работу. И, собственно говоря, мы потом смогли отчитаться перед нашим невестой уже о проделанной, так сказать, работе, несмотря на то, что даже у тебя свадьба. Я тебе с удовольствием даю твою дизайнерскую верхнюю одежду. Вот так вот, чтобы мы могли... Оп. Прическа. Чтобы мы могли отправить вас как раз на улицу. Потому что, Марина, насколько я знаю, ты подготовила там какое-то место уже, да? Да, мы выбрали очень интересное место. Это будут кованы воротами. Кованы! Они будут очень подходить нам по стилю. Я думаю, что на свадьбе тоже будет работать фотограф. Он будет в восторге от этого образа. Он с ума сойти сразу, тут же, как увидел. Но мы сейчас попробуем тоже урвать несколько хороших кадров. Субтитры сделал DimaTorzok. Огромное спасибо Денису Лесницкому за создание такого образа. У нас все получилось, это очень круто. И я думаю, что все мои подруги оценят, и главное, что это оценят у них. Совершенно неожиданно и была такая смена образа. Я сама на себя не похожа, и вся команда специалистов открыла во мне то новое, что я никогда не видела. Мне казалось, что все будет немножечко по-другому, но получилось выше любых ожиданий. Свадьба, думаю, что будет очень хорошей. Я сражен на повал. Остров Муруа представляет из себя вулканический массив в форме сердца, и его обрамляют бирюзовые воды. Остров Муруа находится чуть больше 16 километров от острова Таити. Сюда можно добраться за полчаса на катамаране или за полтора часа в клаве. В полинезийской деревне Тике вы познакомитесь со многими из них. На острове Муруа вы увидите танцы на углях, сможете присутствовать на некоторых местных обрядах, побывать в ферме жемчуга. Склоны гор здесь покрыты ананасовыми плантациями, а белый песок на пляже граничит с кристально-полупрозрачными лагунами, где можно искупаться с дельфинами. Кстати, на дне лагуны плавают огромные леопардовые скаты, очень даже дружелюбные для своих разумов. И, конечно, прогуляйтесь в скафандре по морскому дну. Это оставит у вас совершенно точно неизгладимое впечатление. Даша, скажи, пожалуйста, как прошла ваша фотосессия? Я скажу, очень-очень хорошо, потом все вы увидите. Отлично. Хорошо, вот еще хотелось бы несколько слов, чтобы нам наконец создатель этого прекрасного образа рассказал, как вообще, как это было на самом деле. Ой, это было вот на самом деле очень легко, потому что я, когда увидел Дашу, я почему-то решил, что она может быть именно принцесса, вот в таком, то есть, пардон, невеста, именно в таком каком-нибудь мистическом луке, образе, вот, учитывая, что моя одежда, она вот всегда украшается всякими шипами, там, аксессуарами, зекор, металл. И вот черный цвет. Декородева. Я слышал, там что-то машины бились, автомобили, когда ты вышла. По-моему, все в шоке были, конечно, я восхищен. Ну что ж, а я уже слышу скрип машин, которая подъехала, там, твой лимузин, тебя будут забирать, и хочется просто пожелать тебе великолепной свадьбы. Но мы не забываем о том, что помимо свадьбы есть еще серые будни, и у женщин иногда со возрастом когда-то появляются морщинки. Вот чтобы ты никогда не узнала о том, что это такое, я тебе хочу подарить вот эту вот прекрасную косметическую маску для сна. Она пронизана ионами меди, и с ней ты просыпаешься без отеков, с великолепной кожей, выспавшейся, и как будто вышла из салона красоты. С вами был Денис Лесницкий, ведущий программы «Давай изменимся». Ровно через неделю на этом же самом месте мы вновь предложим какие-то интересные рекомендации, советы. У нас будут вновь звездные гости, и смотрите нас всегда на Russian Music Box. Субтитры сделал DimaTorzok